Кони Ищуа, мои дорогие любители японских тачек. Сегодня я вам расскажу и покажу такой интересный экземпляр, как Toyota BB. Это второе поколение Toyota BB. BB расшифровывается как Black Box, в переводе с английского черный ящик. Как вы и сами заметили, она очень похожа на форму ящика, но слово черный означает то, что в эту машину можно как в черную дыру безконечно и безгранично вливать очень много и много тюнинга. А тюнинг именно внешний, то есть тот самый Сталин, но многие его называют тюнингом. Ее преображают по-разному. Как вы видите, здесь она обклеена винилом. Также здесь может быть аэрография, различные какие-то обвесы. И, ну, в общем, на что у вас хватит фантазии, то сюда можно и впихнуть. Чем и занимаются все, абсолютно, я уверена, владельцы Toyota BB. Но вот почему-то именно в этой машине, вот именно вот этого черная дыра, в которую любой владелец, наверное, всегда что-то, да, и дорабатывает. И лично, на мой взгляд, данная вторая модель смотрится гораздо суровее, как-то брутальнее, нежели первая. Хотя чаще всего любят первую модель. Но мне нравится это. Внешний вид машины кажется очень компактным. А вот когда сидишь в нем, чувствуешь, что здесь очень много места. Например, убрав вот этот вот подлокотник, мы получаем полноценный диван. Здесь можно втроем аж сесть. Дальше. Рычаг переключения передач находится в левой руке, за рулем. То есть, как бы, не мешает ничего и здесь. В принципе, к этому привыкаешь очень и очень быстро. Также я хотела бы отметить обязательно приборную панель. Что касается приборной панели, она расположена по центру. То есть, не за рулем, как обычно, а по центру. И, на мой взгляд, это очень мудрое решение японцев. Потому что очень удобно. Здесь что у нас? Тахометр, спидометр. Дальше уровень бензина. А что касается температуры, температура показывается просто индикатором и лампочкой просто, в общем. Либо синенькая, либо, если перегрелось, то красненькая. Вот. И, в принципе, наверное, по салону так-то и все. В общем, ребята, здесь очень и очень много места. Вот так вот. Настя, вообще-то снимаем. А, да? Ой, простите. О-о-о-о-о. Субтитры сделал DimaTorzok Данная модель у нас представлена переднеприводная. Также существуют полноприводные BB, а что касается подвески, она независимая. Теперь перейдем к двигателю. Здесь установлен цепной двигатель, четырехцилиндровый, моделью K3V, система газораспределения VVTi. То есть достаточно все просто, экономично, ну, приравнивается к двигателям, которые идут в первой модели 1NZ и 2NZ. Ну, а вот у нас счастливый обладатель этого прекрасного автомобиля. Как вам машина вообще? Что вы можете о ней сказать? Показала себя вообще с хорошей стороны. Какие плюсы у нее? Плюсы? Салон. Вместитель. Большой, просторный, вместительный. Говорят, очень маленький багажник, но это... Не сказал бы. Холодильник перевозили аж на раз-два. Сиденья слаживали. Ну, а что касается подвески? По подвеске какая она жесткая или мягкая? Никаких вопросов нет. Мягенький, как и все Toyota. А пробовали ее на разгон? Вот сколько она максимум разгоняет? Сильно не гоняюсь, езжу, скажем, спокойно. Двигатель родной, да, стоит? Родной никакой, не контрактный, ничего не меняли. Ага, здесь получается автомат четырехступенчатый, да? То есть без каких-то нареканий все работает хорошо, все родное? Все родное с маленьким пробегом и, скажем так, надо эксплуатировать аккуратно и следить за машиной. Вот так, в целом показалось. Ну, вы этим и занимаетесь, да? Хорошо следите? Абсолютно верно, хорошо. Ну, мы на это надеемся. А вот что касается тюнинга, вот все владельцы данных машин очень любят экспериментировать. Само название, конечно, дает толчок владельцам, чтобы они этим занимались. Это же не название, а формы. Формы? Формы. Ну да. Ну, еще я слышала такую версию, то, что штатная музыка, штатная акустика здесь очень такая серьезная и бодрая. Штатная акустика тут хорошая. Это в которых автомобилях аудиосистема с сабвуферами. Это, скажем, у меня простая система. Ну, я доработал, сделал вибро-шумоизоляцию с дверей, соответственно, акустика улучшила свое звучание. Понятно. То есть здесь еще шумоизоляцию вы сделали? Да. Для себя, для комфорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, наш обзор подошел к концу. И я, конечно же, жажду ваших комментариев. Что вы думаете о данном автомобиле? Кто бы что внес? Какие изменения в такую машину? Пишите в комментарии, пишите в личные сообщения. И, конечно же, ждите следующих выпусков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok